Ну что ж, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Резертир, и, собственно, всем большой привет. Мы продолжаем прохождение Масс-Эффекта. Итак, мы только что сделали все улучшения, и теперь бежим дальше, надеясь на то, что мы исследуем галактику. Или не исследуем. Ладно. Призрек от меня чего-то хочет. Давайте почитаем пока сообщение. Шепард, я воспользовалась старыми связями и выяснила, как можно с вами связаться и чем вы занимаетесь. Мы планируем устроить большой праздник в честь годовщины освобождения вами и вашими товарищами Терра Новая. В прошлом году мы даже установили посвященный вам мемориал. Наверное, мы поторопились, а? Я понимаю, что вы расследуете нападение на колонии, и поэтому работаете под прикрытием. Так что приглашать вас к нам ради торжественной речи и прочего не стану, но хочу, чтобы вы знали. Всем нам, жителям колонии, небезразлично то, что происходит в системах Терминус. И я очень рада, что этим делом занимаетесь вы. Сейчас кругом ходят самые безумные слухи. Хорошо, что есть на кого положиться. Спасибо вам. Итак, капитан Шепард. У Дина обещал мне, что это письмо дойдет до вас. Я хочу, чтобы вы знали, я не забыл о помощи, о том, как вы спасли меня от сумасшедших биотиков. Вы успокоили их и помогли мне остаться в живых. Не стану вам врать, я пошел на эту работу ради связи и власти. Я думал, что работа биотика станет для меня хорошим трамплином в карьере и привлекательной строчкой в резюме. Я ошибался. Все мы так или иначе служили человечеству. Не знаю, как это делаете вы, я не хочу помочь... Я же хочу людям помочь раскрыть весь свой потенциал, по возможности избегая кровопролития. Мне приходят письма с благодарностями от биотиков класса L2, получивших денежную компенсацию за страдания. Вам следовало бы знать, что по совести получать эти письма должны были вы. Удачи вам. Сейчас на меня активно наседают политики, поэтому вряд ли я смогу принести вам большую пользу. Но все же, если я понадоблюсь, можете на меня рассчитывать. Мартин Бернс, представитель подкомитета по исследованию сверхлюдей. Это, если помните, первое письмо было там, где мы убили огромное растение. Я уже не помню, как оно называлось. А второе письмо было от человека, которого мы спасли на корабле, где на него наседали биотики и хотели за него выкуп. Компенсация для всех биотиков, которые пострадали из Альянса. Компенсация для всех. Компенсации для всех. Кажись, Сузи его сделала. А это интересно. Кстати, начинаете замечать, Сузи, по-моему, стала более человечной. Ну, по крайней мере, она делает некоторые выводы, которые, ну, скажем так, не совсем обычные. Ладно, давайте поговорим с призраком. Посмотрим, что он нам хочет сказать. А то ведь никуда засраниться не отпустит. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Да, это точно. Да, ничего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что ж, кажется, это будет первая стычка. Надеюсь, удачная. Иначе нам будет плохо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Что это? Что это? Поехали! Я тебя обрабатываю! Ру! Ах! Ах! Ассумение. Мы — хабанжеры их перфекции. Прибирайте этих людей для ассенсии. Что нужны мне вы. Светшумовая граната мне не особо нужна. В общем, не знаю. Смысла особого не вижу. Так. Думаю, что стоит прокачивать вам ваши же умения. Тем более тебе. Воспламенение мне от тебя очень сильно нужно. Вот насчет гаруса я на самом деле настолько сильно не уверен, но... Ладно. Как-нибудь потом. Оглушающий выстрел я не думаю, что мне пока нужен. Поэтому смысла не буду делать. Тем более, что напор адреналина тоже... Ну, такое. Ладно. Посмотрим. Что ж, остается надеяться, что все будет хорошо. Так, давайте осмотримся здесь. Вроде ничего. Мордан. Ты уверен, что эти арморные апгрейсы будут защитить нас от технических свармов? Участливость невозможно. Но в ограниченных числах, должно быть неизвестен, чтобы нас неизвестны для свармов. В теории. В теории? В теории? Это звучит предупреждённо. Это да. Люблю учёных, которые всё решают испытывать на себе, мать его. Так. Ладно, надо спрятаться. О, я уже и забыл про их. Несёл в гостики и барьеры. Так. Кстати, да, они ж теперь бесполезны против них. И у меня нет улучшенного оружия. И я понял все свои проблемы. Я осознал. Нет патронов для этого оружия. Можно использовать, как всегда, криопатроны. Благо, у нас теперь увеличенные запасы здоровья. И это очень хорошо. Так. Морда, иди, пожалуйста. Надо осмотреться и понять, где мне лучше атаковать дальше. Собака отключил свой щит. Эммм. Простите, пожалуйста, не бегали. Я не могу попасть по этой фиге. Так. Надо будет его сейчас вырубить. Отлично. Замечательно. Ну, его добьют наши ребята, если что. Отлично. Коллекционеры не так сильны, когда они без брони, на самом деле. За включением вот этой пушки, которая стреляет очень неприятно. Да и винтовочка у нас теперь наносит усиленный дамаг. Что определенно классно и как раз для встречи с коллекционерами очень сильно пригодилось. Без нее было бы сложнее. Так, ладно, нам нужно найти потрошки. Много патрончиков в идеале О, плюс 10 патрончиков Замечательно Вот это я и люблю Так, здесь случаев нет, ничего У меня стояло здесь патронов, обидно Ну ладно Так, стоп, нет, патроны есть вот здесь И вот здесь Замечательно Теперь можно сохраниться и бежать дальше Блок данных 6 тысяч кредитов Неплохо для начала Думаю, ты И И вот ты Черт Не успел я на верхнюю клацнуть Ну, в принципе, как вы видите Здесь легко успеть найти нужные 6 тысяч кредитов мы заработали Это просто замечательно Пушки не сработали, потому что их не починили Вот у нас Рой, который летает и нас не замечает Что просто замечательно Окей И я это понял Также я понял, что сейчас нам будет больно Наверное, больно А также здесь есть хаски Вашу ж мать Видимо, одного из наших уже убьют Так Надо что-то сделать, чтобы установить броню уже Черт Надо заботиться о хасках в первую очередь Так Так, а что же у нас работает против хасков Немос Вожжи органические Вожжи органические Ох так переключаемся потому что у нас очень сильный урон ото льда на шестую смысле и это мы уже поняли еще четыре двести кредитов вполне неплохо так нужно будет правда поменять на вот это оружие здесь у нас кстати тоже работает криоза морозка замечательно по-моему она теперь встает на автомате что тоже замечательно ну по крайней мере меня это устраивает так и нужно разобраться у нас по-моему нету винтовки перезаряжена полностью это замечательно значит у нас нету да здесь все таки патрончиков вот как раз мы щас для нее и возьмем так мертвый коллекционер о жесткое крепление кожи воспользуйтесь вот все сейчас мы получим короче после этой миссии крутую броню усиленную сразу на два хм так хаски выглядят иначе нужно спасти колонистов мы теряем время ну вот опять получили на халяву героя так патрошки патрошки лежат на дорожке хаски которые в нас не стреляют кстати по ходу дела они нас просто не заметили точнее не хаски но вот теперь они нас заметили так подожди-ка его пожалуйста спасибо сейчас мы перезарядимся немножечко а его можно и этого тоже лучше поджечь так сейф открываем начинаем быстренький обход ну люди немножко подождут я думаю по крайней мере не сильно обидится вот у нас дело важное нужно же всю эту фигню открыть правильно замечательно нам были нужны эти кредиты так здесь вроде больше ничего нет куча коконов хасков которые они так сказать используют по назначению граббин кавер а здесь есть аптечечка больше вроде здесь ничего такого не вижу замороженный колонист я бы не сказал что он заморожен но да в чем-то они правы пока по крайней мере частично перевод как бы уверен спрятаться ребятки так надо придумать под нагадить немножечко так давайте ка все-таки использовать снайперскую винтовку потому что она мне нехилу так помогла называется вашу мать меня закончились патроны но моя обычная винтовка тоже по ним нехилу так бьет ладно будем использовать криво патроны потому что они здесь являются квинтэссенции успеха так ну и надо естественно перезарядить нашу снайперскую винтовку по крайней мере теперь еще всегда стараемся перезаряжать оружие потому что патроны патроны не копятся ну а если копятся то как-то криво так перезаряжаем лично они не успели забрать этого колониста вот так я к сожалению ребят не помню куда мне надо по моему мне вон туда как раз но перед этим да не туда перед этим я хочу сходить наверх полученный излучатель частиц коллекционеров следующий член отряда могут использовать это оружие теперь мы можем их быстренько разогревать сейчас объясню покажу и в общем поймете довольно удобная и веселая штука на самом деле так компьютер взломать кредиты получать ты ой простите пожалуйста пока не вижу нашел и нашел и нашел вот в некоторых нужно делать уже больше уже четыре штуки чтобы разово взломать но тем не менее ладно этот излучатель как я уже сказал еще покажу а теперь пойдемте уже дальше вот тут возникает проблема потому что я не помню где на нас немножко нападут она бы не сказал что он принимает управление так нужно как-то его выводить тихо будет все хара хара ха ха хорошо не заметил свое хп бывает но почти добил предвестника кстати хотя он там по-моему может перемещаться в каждого следующего это бесит если честно да вот я вот не помню кстати вот этого момента может ли он перемещаться между своими союзниками так можно срочно прятаться так ну и определиться с тем где будут стоять мои юниты ладно пока он стреляет по кому-то другому стрелять по нему так хорошо давайте серьезно еще один коллекционерский трон давайте поизуем наш излучатель заодно покажу его вам вот как то так довольно крутая штука как я уже сказал вам ранее это было опасно так у нас убили гаруса здесь обычно он страдает так понятно гарус ожил все значит в порядке замечательно можно и в здание не здесь есть компьютер 3000 кредитов лишними никогда не бывает правильно и здесь на втором этаже тоже что-нибудь полезное найдется ну иначе зачем просто их делать правильно зачем делать вторые этажи если на них нельзя зайти ничего найти просто так потому что их делают я понял ладно нам нужно как-то спасать людей так излучатель штука очень мощная но относительно бесполезно относительно бесполезное местами элемент питания ну тут собственно ничего нету замечательно идем дальше патронов я кстати так и не нашел придется отстреливаться с этой винтовки скорее всего нужно обойти эту дверь так ну это с этой это с этой это с этой это с этой по идее это с этой это с этой это с этой компания для этого на Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок